Добрый день, здравствуйте, уважаемые друзья, позвольте так к вам обратиться. Сегодняшняя встреча, и я очень благодарен, прежде всего, за то, что вы нашли время встретиться, поговорить, потому что сегодня я считаю, что в обществе должны консолидироваться, объединяться все здоровые силы, объединяться для противостояния страшной вирусной атаки, которая сегодня свирепствует в мире, во всем мире. Если мы хотим быть здоровыми и в шоу-городе бы в порядок, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. И то, с чего я начал, долго мы общались о том, что же делать, как убедить людей не выходить, самоизолироваться и прочее, прочее. Солнышко светит, погода, все готовятся, весна на дворе, все, естественно, пошли гулять, и никто не хочет дома сидеть. Переполнены детские площадки, поэтому нам удалось это решение не совсем легко, быть первыми в Украине. И в 23 часа я принял это решение, а в воскресенье, после субботы, весь день субботу мы работали, изучали с этого, приняли решение и рекомендовать закрыть рестораны, клубы, торговые центры, развлекательные центры и обратиться к людям. И сегодня я хочу обратиться к вам. Я знаю, что снижены богослужения, немножко каждый по-своему объясняет. Но обратиться, может быть, к людям пожилого возраста, чтобы они как-то, я знаю, что они прислушиваются, чтобы они все-таки были ответственными и без надобности не выходили из дома. Потому что они сегодня, это группа риска. Мы заботимся о них, прежде всего. Они более подвержены смертности и такому исходу, летальному исходу. Вот это такая вторая просьба, с которой я хотел бы вам обратиться, чтобы также помогли нам своим словом, веским словом, обратиться и призвать все-таки к сознанию. Тем самым мы, я думаю, спасем многие жизни и людей от заболевания, не дай Бог, от эпидемии. Вчера в связи с эпидемией был приведен Священный Синод Украинской Православной Церкви, в котором присутствовал митрополит Одесский Измаильский Агафангел, постоянный член Священного Синода. Было принято обращение Священного Синода к верным чадам Украинской Православной Церкви, которое в ближайшее время будет сообщено верным. И по итогам этого Священного Синода вчера было также проведено экстренное заседание Пархиального Совета Одесской Епархии, на котором было принято пошаговое, предложено пошаговое действие для монастырей, храмов, городских и сельских храмов в соответствии с количеством присутствующих людей, прописанных законом Украины. В свою очередь, Одесская Епархия, в ответ на вашу просьбу, мы будем готовы оказать содействие в размещении людей в паломнических гостиницах, монастырей, городских храмов. И надеемся, что Господь в такие тяжелые дни, особенно сейчас время Великого Поста, для православных людей это особое время в году и в жизни, когда люди больше скопляются в храме, но мы приложим все усилия для того, чтобы это все происходило нормировано. Конечно, социальный отдел Одесской Епархии также примет участие в различных городских мероприятиях, уже организованы группы людей, которые одиноким, нуждающимся и больным людям доставляют на дома бесплатные продукты пропитания. Это то, что мы можем в сегодняшний день позволить себе принять такое участие. Ну а самое главное, это горячая, теплая сердечная молитва, которую, надеюсь, Господь милосердный примет и избавит нас от этого испытания и искушения. Есть пару моментов, хочу, ну, в первую очередь, сказать, что мы сделали для этого. Когда мы узнали об этом вирусе, в субботу у нас было... Я хочу представиться, что... Меня зовут Денис Сердеченко, епископ, старший пастор Одесской Народной Церкви. Достаточно большая община в городе. Мы сделали полную генеральную уборку, также полностью все лавочки, все-все помыли, на ручки намотали. И обмакиваем специальными средствами, то есть при взятии человек сразу же обрабатывает свои руки. Ну, еще и дополнительно при входе люди обрабатывают руки спецсредством. Мы уже вчера, наше первое благослужение, перевели на онлайн-трансляцию, потому что у нас нет священных предметов, например, катекон. То есть у нас в этом плане мы свободны. И мы увидели, что люди наши отреагировали. Ну, вчера 700 одновременно людей сидело в онлайн-трансляции. Украинская православная церковь, православная церковь Украины на своем решении синодом констатировала тот факт, что сейчас загрозой, мы стоим над большой загрозой, насколько это все святое, показывает, что это происходит. Синодом было прописано ряд действий, которые, на мою думку, также обеспечивают и верующих, и прихожанам от таких эпидемиологических загроз. И в наших храмах, моим распоряжением, в том числе, было донесено решение синодо, которое обеспечено, надеюсь, обеспечить и прихожанам, и священникам, и эпархии. Это и, как говорили в ДК, по отношению к поклонению икону, введение храмов, дезинфекции храмов. И это сейчас проводится в Одесской партии Православной Церкви Украины. Так же мы захочем наших старших прихожан, чтобы остались в доме. Я сегодня отправил службу, сегодня у нас праздник Святого Иосифа. То на службе было 6-7 человек, так что я обеспечиваю 100 человек. Спасибо. Святомость в речне, Международная Тебориста Святомости в речне. Просто, я думаю, не только нам, а и нашим коллегам, очень интересно узнать, как вы видите возможность решения этой большой проблемой духовной церкви. Как вы видите нашу помощь в плане помощи людям? Ну, именно духовной церкви. Потому что, с одного боку, мы выполнили свои обязательства, как духовники. И, с того же самого боку, мы не вступали в противоречия с теми рекомендациями и теми требованиями, которые дает государство или месторая облада в плане для того, чтобы поддерживать эпидемиологическую ситуацию, меньше-меньше поговорить. Я заразумею вас. Дякую вам. Дуже, 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 смыслово. Хочу вам сказать, что я, как верующий человек, поэтому сегодня мы и вместе с вами находимся. Каждый пришел к вере, к Богу, своим, своей дорогой. И я считаю, что наша сегодняшняя встреча – это яркое подтверждение тому, что мы можем трудиться, мы можем много чего делать, мы можем изобретать чего-то, но без молитвы это всего лишь полдела, наверное, а может и меньше. Старец Иона, которым я имел счастье быть знакомым и общаться, мне говорил, что у ангела два крыла – работа и молитва. Молись и трудись. Поэтому роль на самом деле абсолютно всех конфессий, всех, кто представляет себя, кто сегодня возносит молитвы к Богу, к Всевышнему – это сегодня очень большое дело. И слово сегодня священника, оно очень резкое. И когда мы это понимаем, мы скажем, молитесь, молитесь, не прекращайте, не останавливайте молитву. Но сегодня за стенами храма, а в храме будут молиться священники. Это уже как раз вот та духовная поддержка и ваша помощь. И если у вас есть советы, вы видите, хорошо общаетесь с людьми, какие-то настроения, сразу нам подсказывайте, мы будем оперативно реагировать. Самое большое, чего мы боимся, это паники. И стараемся делать все, чтобы этого не произошло. Поэтому наши решения все выверенные. Все сто раз мы подумаем, чем прежде чем сделать. И только тогда я их принимаю. Я приветствую всех присутствующих. Я представляю мечеть Набалковской, имам города Одессы, представитель духовного управления мусульман Украины. И хочу тоже сказать пару слов. Мы получили от нашего руководства духовного, который муфти Украины в Киеве, и инструкции получили, как нужно вести в мечетях, как вести работу с прихожанами, и какие духовные наставления давать нужно людям в такое время. Действительно, вы и правильно сказали, что когда происходят такие события, люди ждут от своих духовных наставников советы, как себя вести, теряются. И слово духовного наставника многое значит для верующих людей. Мы не говорим для атеистов, у них нет духовных наставников. И мы в связи с обстановкой тоже сократили наши мероприятия, служения. Но есть у нас пятничная молитва, которая обязательно, и мы не можем ее отменить. Но мы решили ее проводить очень кратко и без каких-либо скоплений, давать нужные и необходимые наставления людям, чтобы не поддавались панике, чтобы духовно не падали. И я думаю, что всегда наша община готова поддерживать связь с руководством и принимать необходимое участие. Ни в коем случае не будет в стороне, и будет всяческое содействие, волонтеров много будет, потому что каждый верующий переживает за общее состояние и города, и страны. Еврейская община, Барокко Пулкин, пресс-секретарь. В Торе написано «Весьма берегите себя ради душ ваших». То есть существует заповедь. Человек обязан беречь свое здоровье. Исходя из этого, когда стало известно о коронавирусе, мы закупили для помещения синагоги санитайзеры, оставили в разных местах для того, чтобы люди дезинфицировали руки, увеличивали количество очисток. На входе стоит человек с переносным термометром, меряя температуру всех посетителей. Есть у нас на входе некоторое количество масок. Маски, в общем-то, нужны только больным людям. Здоровых они не спасают, они мешают больным заражать остальных. У нас есть некоторое количество, вдруг, не дай бог, больной все-таки зайдет. Поэтому, если есть возможность нам какое-то количество еще добавить, будет тоже неплохо. Я поговорю с Александром. После того, как ситуация начала ухудшаться, ухудшаться, были закрыты наши школы. У нас есть учебные заведения, есть интернат, есть университет. Студенты были распущены на каникулы, отправлены по домам, если не нагородние. В интернате те дети, у которых есть возможность вернуться в семьи, вернулись в семьи. Есть очень сложные социальные случаи там, где лучше не возвращаться. Они остались у нас на жесточайшем карантине. Есть у нас дом престарелых. Вы знаете, он сотрудничает вместе с городом. Там введен еще более жесткий карантин, поскольку там люди совсем уже в зоне риска. Кроме того, Равин запретил, вот уже законодательно запретил людям старше 65 лет появляться в синагоге, и людям с хроническими заболеваниями тоже запретил приходить. А с сегодняшнего дня у нас в синагогах приостановлены общественные молитвы. В евреях есть два понятия – индивидуальная молитва и общественная, когда молятся 10 мужчин вместе. Индивидуальные молитвы остались, каждый молится дома. Общественные молитвы запрещены, закрыты, и синагога на общественные молитвы не работает. Но есть еще один такой еврейский принцип – принцип хасидизма – думай хорошо и будет хорошо. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать людей в этой ситуации. У нас организованы онлайн-трансляции молитв. То есть, поскольку у нас нет такого понятия как священничество и клир есть, то есть каждый из евреев может быть ведущий молитвой, периодически то один, то другой прихожан ведет молитву, это транслируется для остальных, это не является общественной молитвой, у него другой статус. Но тем не менее люди могут синхронизировать с ним свою молитву, и это помогает тебе поддерживать, понимая, что ты не один в такой сложной ситуации, особенно если кто-то на самоизоляции и карантине, то есть ты видишь, что вокруг жизни сложается, люди существуют. Ну и кроме того, в Таунуде написано, если тебе говорят «нашел» и «не старался» и «нашел» – неверим. Если тебе говорят «не старался» и «нашел» – неверим. Если тебе говорят «старался» и «нашел» – верим. Поскольку мы все стараемся, я думаю, что мы найдем, я думаю, что нам удастся Божьей помощью и с нашими усилиями выйти из этой ситуации с намеченными потерями. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.